Съехали с трассы. Уже чешем вдоль полей. До конца маншрута осталось 8 минут. 3 километра, ну, 800 метров. Сейчас должно где-то быть, да, мост через северку, серверку. Обратите внимание, вот там написано, северка 40, вот северка, ну, кстати, на лодке-то можно, кстати, это, не знаю, с мотором до мотора, ну, я думал, она мельче, что поднялась, что ли? Так, вот сельпом, вот магазин, вот еще универсал, ну, я не знаю, что, когда-то на обратном пути заедем, посмотрим, что там. Ну, мы же на зетку, и нам туда вот. Видите, кстати, вот на этом пятачке эти менты стоят обычно. Ну, а что, сейчас еще рамку, куда? Прямо 2 километра. Так, вот мы заезжаем. Да, вот это я помню, да, я помню. И до сих пор, кстати, в таком состоянии. Скуклет прошло, никого я никто не сделал. Я тут на Ниве еще ездил. Кадай-то был, емкарный бабай. Тут осторожно, дети. А вот это дерево меньше было. Точно. Точно. А у него же такие шовы на домах, как коровы. А Новый год наезжаешь? А? А Новый год наезжаешь? Наезжают. Ну, если Новый год, так. Понятно. Два раза куда там справляют. А, скотина куда побежала? Черный кот. Надо на него плевать. Ну, вообще-то он был мокрый асфальт. Он был не черный. Цвет мокрый асфальт. Когда проедешь по нему на машине, мокрый асфальт только остается. Так, крестьяне. Так, вот после этого дома по идее начинается с этой грунтовкой. Да, сейчас грунтовка по идее начинается. Вот последняя фазенда, блядь. Кстати, фазенда-то нихуя. Дизайнерская фазенда. Так, все заебись. Это что там? Этот хуйя ободонит немножко. Отапливатель наверно задолго. Не достроен, да. Но закрыто. Так. Ну что? И... Грунтовка! Включаем привод на все четыре. Ну что? Поле. Русское поле. Дорога, как я говорил, предполагал. Дорога сухая. Паш, ты распашина. Там у нас северка, да? Да. Слева. Где-то мы там стояли. Северка. Мы стояли дальше. Нет, мы стояли... Вот смотри. Между лесом и рекой. И это да. Только мы до леса чуть доехали. Нам вот туда до леса и потом дальше еще. Вот туда дальше по дороге. Так. Я предполагал, что как бы вот в углублении. В таком. Нет, нам дальше. Я там место знаю. Там есть хорошее местечко. Так. Срежем или туда по... Нет, давай туда пойдем. Да. Идем по главной дороге наверно. Вот это вот в поле не полезно. Что-то стримновато. Тем более я маркрую прокладываю. Вот. Туда? Туда. Не, можно туда пойти. Кстати, мы же на разведку. Хочешь? Давай машину здесь бросим. Сходим туда, посмотрим, что там. Все, в полку взять. Сейчас возьмем. Вон там стоит Серега на машине. Ждет. Вот. Мы вот тут отошли. Вот там вот идет дорога. Да. И здесь, собственно, вот березка. Вот полянка ровненькая. Ну, я думаю, что как раз к майским там все это дело должно зацвести. Ну, это там листики появятся. Вот. Тут, собственно, хвойный лес. Ну, что, насекомых пока... Тихо. Насекомых пока никаких не замечено. Хотя, наверное, клещи тут есть. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Так, Андрюха пошел туда дальше. И сейчас мы тоже туда пойдем. Посмотрим. Может, там еще что-то интересное. Потому что дорога, в принципе, тут есть. Машина здесь спокойно любая пройдет. Дорога сухая. Вот. Такая. Ну, накат слабый есть. Но есть. Посмотрим сейчас еще дальше. Погнали. Значит, вот такая ситуация у нас простоит. С одной стороны хвойный лес. С другой стороны березовая роща. Посередине идет дорога. Дорога такая. Ну, вот сами видите, какая. Ну, предположительно, вот можно как вот стать вот-вот на этих вот местах. Все тут, как говорится, между деревьев. Тут понатыкать лагерь. И вот, пожалуйста. Нас не видно ни с реки, ни с поля, ни с деревни. То есть, ну, вот. Все. Как-то так. Пока это предположительно. Ну, в общем, смотрим дальше. Видишь? Да, вот. Вот туда. Или. Да, по-моему, здесь. Да. Вот эти сосны. Тут редком они должны пойти. Сейчас дорога направо уходит. Да. Наше место сильно. Мы уже проехали. Вот кит-поляны еще. Ничего. Ничего не видимо. Тут, по-моему, стояли, когда мы с тобой с полотками были. Да. Вот сюда, да. Вот. Давай пока вот здесь тормози. Тогда мы пойдем туда на размер. Так. Отлично. Вот проходит дорога. Вот этот лес. Сосны. Вот дальше дорога пошла туда. Вон, куда Андрюха пошел. Где-то тут вот должны быть интересные полянки. Сейчас мы их будем искать. Так. Значит, нашли такие вот лесопосадки. Здесь явно были посадки. Потому что деревья прямо в рядок выстроены. Здесь есть столик. Скамейки. Вот уже какое-то кострище. Ну, старое кострище. Такое. Не очень свежий. Вот. Вообще мусора здесь нет. А вот мишки с мусором лежат. То есть, то ли убирают, то ли еще что-то. Не знаю. Здесь можно ставить палатки. То есть, здесь тенек отлично. Там, собственно, вон солнышко. Все хорошо. Даже вон туалет построен, видимо. Не видимо. Что еще сказать. Птички поют, самолеты летают в теньке. Ну, пока прохладно. Потом, не знаю. Может, он спасительный будет. Что скажешь, Андрюх? Да, хорошо. На майске может быть занят. Да. Место хорошее. Но на майске реально может быть занят. Потому что, ну, суть по всему, здесь какая-то инфраструктура живет. Тусуется. То есть, либо там просто в голом поле, либо вот пытаться сюда. Ну, тогда надо как-то пытаться сюда заехать на день раньше, чтобы, грубо говоря, занять поляну. Ходим дальше? Да. Пойдем дальше. Посмотрим дальше. Такс. Прошли чуть дальше по дороге. Буквально, ну, не знаю, метров пятьдесят. То есть, вот там вот видно еще этот лес как раз. И вот нашли вот такую полянку. Здесь, в принципе, и солнышко немножко есть, и тенек будет, и палатки, пожалуйста, стоять не хочу. Мусора здесь, ну, в общем, я сказал бы нет. Ну, вот там как-то мешочек лежит, но, опять же, там все вроде в чем-то. Да, тут мусора меньше. Вот, ну, вот старое кострище. Вот. Что еще сказать? Ну, вот как бы и хвойный лес, и березовые просеки, и с этой стороны хвойный лес. И тут, по полю вон, северка речка туда. Вот там пройти через поле, там она будет. Здесь такое вот, опять же, достаточно укромное местечко. И, наверное, мы сегодня сейчас, да, будем здесь стоять. Ну, и там посмотрим, чего кого. Уф. Ну, вот и подошел. К концу наш пробок. Пробный заезд. Все, мы переночевали. Вчера хорошо посидели у костра. Отдохнули. Вот. Итоги нашего небольшого разведывательного путешествия. Пусть здоров. Пусть здоров. Полянка хорошая. Днем солнечная. Но при этом палатки можно поставить в тенечке. Что, в общем, хорошо. Ну, что, дорога, дорога. Ну, так, да, пробки, конечно, да. Комаров пока особо не замечено. Серега тут штуки три. Ну, три-четыре, там, пять. В общем, короче, считай, нет. Тут клещей вроде не обнаружено. Ни одного не нашел. Не снимали. Так что... Больше никаких вредных насекомых. Каких-то диких зверей тут не нашли. Обходили другие полянки. Были на северке. Посмотрели чего кого. Ну, в общем, места есть. Но, скажем так, это самое интересное, лучшее, оптимальное. Нашли даже еще заброшенное здание в лесу. Заброску. Вчера, когда гуляли. Так что, как бы, холмик такой. Ровненький. Возвышенность небольшая. Поэтому... Ну, не сыро. Сухое место. Нормально. Вот. Из минусов, что еще могу заметить. Что рядом есть аэропорт. Малая авиация. Мечково, да? Или Мячиково. Ну, скажу. Мечково. Или Мячиково. Вот. Где постоянно летают всякие маленькие самолетики. Блин, они тут, конечно, летают как мухи. Но, сами знаете, чем. В принципе, привыкнуть можно. Но... Сейчас вот, сейчас не летают. Вчера там целый день летали. Что будет на майские праздники, непонятно. Не то, чтобы бесит, но лишний нойз. Загораживающий этот природный звук. Звуки. Ночью слышно было дорогу. Трассу слышно. Какие вот хуры. То есть, ну, она где-то там далеко достаточно. Но звук доносится. Не то, что, конечно, прям утра стоишь такой, блин. Какая же шлюндра какая. Вот. А так, ну... В общем, тишина, спокойствие. Что еще? Прохватственно было ночью. Да, около нуля, наверное, было. Солнечные панели работают. Зарядка идет. Аккумуляторы прокачиваются. Все хорошо. Проблем с дров здесь никаких нет. Смешанный лес, поэтому много разного дерева. Все спокойно горит, ломается и без проблем. Никто к нам не приезжал, не заезжал. Там... С утра только кто-то... Серега рассказывал. С утра кто-то подъехал. Тоже, видимо, на машине. Какими-то... Тоже пешими... Такими этими забросами. Видимо, тоже искали место. Видели нашу машину. Видели сказали. О! Место прикольное. Машина. Там палатки стоят. Ну и, собственно, свалили. К нам не подходили, ничего нет. Не говорили. Так что место действительно козырное. И народ его ищет. Ну а сейчас времени сколько у нас? 12 часов плюс-минус. 11 минут плюс-минус. Лагерь потихонечку собирается. Все собираемся. Позавтракали. И вдруг нам макарошку с тушенкой сделал. Кстати, вот. Тут уже мухи налетели. Говядина тушеная. Такую брать не надо. Гастроном номер один. Хрень полностью. Мы вот банку одну открыли. Высыпали в этот... В котелок с макарошками. И поняли, что там какие-то жилы, хрящи. И, в общем, короче, жрать это нельзя. Вынули все обратно. Вторую банку открыли. Даже не стали туда добавлять. Половин банки желе. Половин банки непонятная консистенция. Так вот. Ковыряли-ковыряли вилкой. Никаких волокон там еще что-то не нашли. На мясо это не похоже. То есть такую брать не надо. Ну вот. Позавтракали. Да. Все. Сейчас собираем лагерь. Осталось чего фактически. Вон Андрюха уже собрался. Уже даже погрузился. Осталось собрать мне палатку, спальник, ковер. Ну, стул, стол. Что там? Миски, ложки. В общем. Солнечную батарею нашу. Электростанцию разобрать. Да. Вчера электростанция, хоть и при малом солнце. Такая дымка была. Зарядили. И камеру полностью зарядили. Вот сейчас мы, в принципе, снимаю на солнечную энергию. Которую мы вчера отхватили. Вот. Что, фонарики зарядили. Еще что-то зарядили. Все работает. Все отлично. Сейчас вот днем поставили. Ну, утром поставили опять на зарядку. Поэтому, аллилуйя, солнцу. И вот Андрею Александровичу. Можете посмотреть на него. Вот он подходит с пивком холодненьким. Вот он меня нахваливает. Ну, а что? Все же годами копилось. Ну, вот. Тем не менее. Ради общего блага. Благо появилось. Вчера камеру усадили полностью в ноль. И, собственно, ее там за пару часов, наверное, зарядили. Про тушенку я уже сказал. Да. Показал. Сказал, что вот это все, это колечко. Вот. Серега вдумчивый. Потому что он водитель. Считаю, что поездка у нас удалась. Отлично. Вообще хорошо. Вот. Теперь самое главное, как это место не профуфонить на майские праздники. И вот сейчас я думаю, как это сделать так, как обернуть, чтобы успеть в 30-го сюда приехать. Может быть, к вечеру, может быть, к ночи палатку поставить. Но чтобы уже место было стабильно, чтобы уже было за нами. И чтобы уже там, не знаю, первого утром проснуться и уже там раскладывать там шатры. И там уси такие клетали. Ну вот. Все вот это вот. Уже наводить этот марафет в лагере. Ну, пока не знаю, как все получится. Ну, в общем, я думаю, что в дальнейших путешествиях вы и так все увидите. Ну, все. Покедова.